МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. 300 тысяч писем с портретом героя. Почта России выпустила конверт из фотографии Магомеда Нурмагандова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужда в деньгах или в алкоголе? В Дагестане реквизирован нелегальный скиркзавод. Куда дели миллион? Во дворах по улице Дзержинского провели ремонт, но жители по-прежнему недовольны. Почему? Смотрите через несколько минут. Последствия стихии в Агульском районе выясняют МЧС Дагестана. Спасатели побывали в селении Чирак, пострадавшем от ливневых дождей 8 июля. Напомним, сильный циклон обрушился на населенный пункт, принося с собой брат с дождем и снегом. Ливни нанесли значительный ущерб населенному пункту, подтоплены дворы, жилые помещения, частично разрушены мосты и дороги. Представители МЧС и местные администрации устраняют последствия непогоды. А в районе Вузовского озера в Махачкале сегодня загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 1 гектар. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар, задействовав при этом 3 пожарных расчета. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Трехлетие у подвига Магомеда Нурбагандова Почта России выпустило 300 тысяч конвертов с его портретом. К фотографии в цвете также изготовили специальный штемпель с инициалами Героя России и фразой «Работайте, братья». С сегодняшнего дня конверты поступят во все почтовые сети страны. Отец Героя России Нурбаганд Нурбагандов также поблагодарил всех, кто участвовал в этой работе и отметил значимость для патриотического воспитания подрастающего поколения. Для сегодняшнего дня реально очень тяжело. Мы должны нам в общую местность для всего народа в том, что мы не ставим, в Северсей, в плане патриотического воспитания. Воспитание всего нашего подрастающего поколения это нужно принимать. С 1992 года в рядах МВД погибло около полутора тысяч сотрудников. В свою очередь министр внутренних дел подчеркнул яркий пример отваги, стойкости и силы духа. Я думаю, сейчас каждый человек, который будет брать в руки этот комплект, на минуту задумывается о сельской жизни, о том, что жизнь в себе есть место кубик. Сотрудники Росалкогольрегулирования по СКФО ликвидировали в Дагестане нелегальный спиртзавод. Предприятие Дагестан – это оно. Решением арбитражного суда демонтировано. Основное технологическое оборудование для производства этилового спирта вывезено на утилизацию с последующей реализацией лома черных и цветных металлов. А денежные средства от их продажи будут направлены в бюджет России. Суд назначил предприятие наказание в виде штрафа. В Махачкале 11, 16, 19 и 24 июля планируется массовое отключение газа. Под отключение в разные периоды попадут жители поселков Шамхал, Загородный, Садоводческого общества, Урожай, а также проспекты Имама Шамиля, улиц Камаева, Попова, Луначарского, Атаева и других. Необходимость ремонтных работ связана с предотвращением возможной аварийной ситуации, которая может повлечь за собой как нанесение материального ущерба, так и угрозу здоровью и жизни населения. Столица Дагестана растет с каждым годом, и вместе с ней растут и проблемы, связанные с благоустройством дворов и улиц. В 2018 году, чтобы улучшить внешний облик Махачкалы, начала свою работу муниципальная программа формирования современной городской среды. В ее рамках провели ремонты и на улицах Дзержинского 23А и 23Б. Вот только местные жители недовольны, чем именно узнавала моя коллега Карина Баталова. Один миллион рублей. Именно столько, судя по проектно-сметной документации, потратили на этот небольшой участок. Здесь должна была стоять детская площадка с спортивными и игровыми комплексами. На деле лишь двор, заполненный машинами, да кусок обновленного асфальта и пара мусорных баков. Мы, получается, ездили, смотрели наш план. Его нам предоставили в ЖКХ, в министерство ЖКХ нам предоставили вот этот план на формирование. Но, как вы видите, по нашему двору нам ничего не сделали. Ни урны не заменили, ни скамейки не поставили. Так или иначе, двор выглядит неплохо. А все благодаря стараниям жильцов. В ТСЖ работает активно. Деревья высажены самостоятельно. Беседки, скамейки и урны куплены на собственные средства. Но многое уже пришло в негодное состояние. Люди надеялись, что, став участниками программы, они, наконец, забудут об этих проблемах. Ожидали, конечно, что двор хотя бы асфальтируют. Нам, нашим детям, негде играть. Вот видите, какие ямы, колдобины, что даже они ездят на велосипедах и могут травмироваться, падают. Ожидали хотя бы элементарно, ну ладно, там не супер, чтобы нам сделали такой ремонт, но элементарно. Скамейки, там детские площадки. Мы складывались по 15 тысяч, чтобы закупить вот эти вот для детей беседки, для жителей беседки. Но дело в том, что детям действительно негде играть. Почему? Потому что двор небольшой, площадки нет. И когда дети выходят играть в футбол, они бьют по окнам, конечно. С вопросом, куда ушли деньги, мы обращались в управление жилищно-коммунального хозяйства. Но ответа так и не дождались. Зато его получили представители Общественного народного фронта. Мы от администрации получили предварительный ответ, что якобы средства, заложенные на благоустройство этого двора, были переведены в другой объект. Но это абсолютно, я бы так даже сказал, несуразица, потому что процедура включения двора в программу благоустройства это слишком длительный процесс. Там есть соответствующие критерии от двора дворов. В ЖКХ посчитали, что этому двору ни к чему новые малые архитектурные формы. Сойдут и старые. Детскую площадку установить якобы не позволяет территория. Что помешало муниципалитету наладить освещение, вопрос неясный. Похоже, аргументы еще не придумали. Все запутано и непонятно, зачем было включать в программу двор, заведомо не подходящий под критерий. И, наконец, где выделенный миллион. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, Новости Ананте, Махачкала. Пятиклассник из Дербента завоевал второе место на конкурсе «История местного самоуправления моего края». Юный призер Атила Ибрагимов представил работу с помощью короткого видеофильма и презентации. Отметим, ежегодно во всероссийском конкурсе участвуют дети с 5 по 11 класс. Мэр Дербента Хизри Абакаров вручил благодарственное письмо мальчику и пожелал ему дальнейших успехов. Чем больше у нас будет таких учеников, именно учеников, которые... У нас большинство все привыкли, что достают золотые медали по зудо, по самбо и так далее. А ты молодец. Это история местного самоуправления моего края. Это, я считаю, большая заслуга. И, по-моему, это первый раз такой у нас. Это первый раз такой. Я сам даже удивился, не мог поверить. Неужели, говорит, это наш Дербент завоевал. И мы очень с тобой гордимся. И от души тебя поздравляю. Сегодня Министры Республики и Дагестанское отделение Сбербанка России подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о помощи инвалидам первой группы или семьям, в которых есть дети-инвалиды. Согласно документу, участники программы в регионе будут иметь возможность улучшения жилищных условий при кредитной поддержке Сбербанка. Социальный проект предусматривает предоставление инвалидам жилья с использованием механизма ипотечного кредитования. Так, субсидии, полученные от государства, можно будет использовать в качестве первоначального взноса. Получатели будут выплачивать не более 10 тысяч рублей в месяц в течение 10 лет, а остальное будет доплачиваться из республиканского бюджета. На сегодняшний день в Дагестане проживают более 13 тысяч граждан, имеющих право на получение жилья из Республиканского жилищного фонда. Стороны отметили, что такое соглашение создаст прочную основу для успешного и плодотворного сотрудничества по проектам в рамках государственной программы. Это соглашение дает нам возможность организовать работу по оперативному рассмотрению заявлений о предоставлении ипотечного кредита в рамках программы льготного жилья для инвалидов. Основная наша задача, чтобы в рамках участия в этой программе для льготной, в этой указанной категории граждан, их плата ежемесячно не составляла больше 10 тысяч рублей в месяц. Это было наше основное условие. И о спорте. Рыбистка Байзат Хамидова поборется за путевку на Олимпиаду. Чтобы попасть на главный старт четырехлетия в Токио, женская сборная России должна занять первое место на международном турнире в Казани, который стартует 13 июля. Для участия в этих отборочных соревнованиях в столицу Татарстана съедутся 12 европейских национальных команд. Первые три игры в рамках группового этапа россиянки проведут с англичанками, немками и шведками. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.